Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Здравствуйте, Владимир. Вот тема, наверное, такая, что начинается лето, да, вот уже весна подходит к концу, и на дороге появляются одни из самых опасных, пожалуй, участников дорожного движения. Это мотоциклисты, скутеристы. Вот как обстоят дела вот с этими участниками движения в нашем городе на данный момент? Да, с наступлением тепла, конечно же, все садятся любители на свои мотоциклы, скутеры и выезжают на дороги. Частенько они забывают правила дорожного движения за зиму, ну и плюс этот вид транспорта такой, что людям, особенно в нашей стране, хочется чтенько нарушать правила дорожного движения. И вы правильно назвали этих участников дорожного движения одними из самых опасных. И, конечно же, в первую очередь они опасны именно для себя, потому что управление мотоциклом и скутером, это, конечно же, не автомобили, где человека может помочь спасти. Подушка безопасности, ремень безопасности пристегнутый. Здесь, конечно, шансов получить большую травму, чем в автомобиле больше. А ну вот хорошо то уже, наверное, да, что сейчас на мотоцикле, на скутере без прав ездить нельзя. А когда, в каком возрасте? Да, если у вас вы купили скутер или мопед до 50 кубиков объема двигателя, то здесь необходимо водительское удостоверение. И управлять таким транспортным средством можно с 16 лет. Если более тяжелый мотоцикл от 50 кубических сантиметров объем двигателя до 125, то здесь тоже нужно водительское удостоверение. Необходимо зарегистрировать уже в ГИБДД это транспортное средство и управлять можно с 16 лет. Если уже совсем тяжелый мотоцикл свыше 150 кубических сантиметров объема двигателя, то здесь им можно управлять уже только с 18 лет. И если в первом случае скутерам нужно было водительское удостоверение категории М, во втором случае, когда легкий мотоцикл от 50 до 125 кубиков, водительское удостоверение категории А1, тяжелым мотоциклом можно управлять только с категории А. И, конечно же, регистрировать в органах ГИБДД. Ну вот в наше время, как бы, многие считают, что научиться на права, да, это не из легких задач. А вот как бы обучение на категорию скутеров, мотоциклов – это как бы то же самое, что на автомобиле? Или как-то это проще, легче? Это не проще, это не сложнее. Это примерно так же и по количеству времени, и по объему получаемых знаний. Поэтому все, кто хочет управлять скутером, они достопенно китайские достаточно дешевые. И многие могут себе позволить купить в ту же сельскую местность для поездки на водоем для отдыха, либо просто в магазин, либо за грибами. И стоит это удовольствие, там, начиная от 10-15 тысяч, то здесь, конечно, необходимо отучиться. Давайте, наверное, сразу расскажем об ответственности, которая предусмотрена в кодексе об административных правонарушениях. Какие у нас основные правила дорожного движения нарушают водители мототранспорта? Это езда без мотошлема. Здесь предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Бывает так же, что мотоциклисты не регистрируют в установленные сроки свой мотоцикл, либо вообще не регистрируют. То, если вас остановит инспектор, сначала вам это обойдется от 500 до 800 рублей штраф. Если же вы повторно будете дальше управлять таким незарегистрированным мототранспортным средством, то здесь штраф намного больше. 5000 рублей, либо лишение от 1 до 3 месяцев. Это достаточно солидно. Бывает так же, что мотоциклисты управляют и частенько попадают при этом в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Здесь, как и для водителей автомобилей, штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Бывает, конечно, и мототранспортными средствами управляют несовершеннолетние. Здесь, конечно, если это ребенок, то мы не можем к нему применить санкции Кодекса об административных правонарушениях, но мы можем применить эти санкции к его родителям. Во-первых, мы, органы ГИБДД, если выявляем такие факты, то мы направляем всю необходимую информацию в подразделения по делам несовершеннолетних. И уже эти подразделения, всю эту фактуру, весь материал направляют на комиссию по делам несовершеннолетних. И далее родители за ненадлежащее воспитание и содержание детей, либо законные представители ребенка, уже несут предусмотренную законом административную ответственность. Далее. Если же органы ГИБДД смогут доказать, что родители передали управление мотоциклом, заведомо зная, что ребенок несовершеннолетний, и сами ему разрешили, сами ему вручили ключи, если они это докажут, то здесь уже для родителей предусмотрен солидный штраф в размере 30 тысяч рублей. То есть это частенько даже дороже, чем какой-либо скутер. Ну вот часто, постоянно, да, практически говорится, что это опасно, что нужно соблюдать правила дорожного движения, что нужно получать права, что родителям не нужно покупать детям эти игрушки, да. Вот тем не менее, насколько часто случаи, да, когда вот попадаются дети, в какие-то там плохие ситуации попадают, да, опять же, бесправ ездят на мотоциклах. Как часто такие случаи происходят? Ну, наверное, начнем со статистики ДТП. Если взять статистику ДТП с несовершеннолетними в прошлом году, с участием мототранспорта, то здесь у нас на территории области зарегистрировано около 70 таких ДТП, в которых получили травмы несовершеннолетние, именно по своей вине. И в большинстве случаев они не сами взяли, и родители об этом не знали, ключи от мопеда или мотоцикла, а именно родители, их родители разрешили им это сделать, либо уже даже купили и зарегистрировали на несовершеннолетнего это транспортное средство. И в прошлом году у нас происходили случаи, когда гибли несовершеннолетние на мотоциклах. И когда мы опрашивали родителей, они рассказывали о том, что да, мы знаем, что по закону это нельзя, но такая вот у нас позиция. Мы разрешаем. Мы думаем, что ничего не случится. У нас наш сын достаточно взрослый и разрешают управление. И, к сожалению, бывали такие случаи, что подростки гибли, просто гибли. А если взять в общем статистику с участием уже взрослых, несовершеннолетних, то в этом году уже зарегистрировано 58 ДТП. С участием мототранспорта 3 человека погибли, и 45 получили травмы. Это достаточно много. Сейчас у нас на территории области зарегистрировано рост числа таких ДТП. И госавтоинспекция, анализируя ситуацию, работает на профилактику, на упреждение. Мы проводим по сравнению с прошлым годом больше профилактических мероприятий, в том числе рейдовых. Мы пытаемся выявить нарушения со стороны водителей мототранспорта и, конечно же, применять все доступные меры. Если взять статистику, за прошлый год с участием мототранспорта в теплый сезон, это примерно 5 месяцев, 261 ДТП. 21 человек погиб, и 305 получили травму. Вот печально. Вот работа ведется, да, как бы все-таки можно сделать какие-то выводы, что со временем, вот с годами, да, люди становятся все-таки, может быть, ответственнее или нет? Как ездили, гоняли, так и выгонялись. С годами можно сказать и сделать вывод, что они становятся ответственными именно по возрасту. Когда человек взрослеет, да, мы видим и как по улицам города, и за город выезжают организованные группы каких-либо байкеров, мото-клубов. Люди с годами начинают все-таки ценить свою жизнь, свое здоровье и совершать меньше глупостей. Конечно же, вот эти нарушения, о которых мы с вами говорили, они свойственны больше молодежи. Поэтому нам, конечно, вот именно в первую очередь приходится вести свою работу именно среди молодежи. В том числе в вузах, в том числе в школах и других. В общем, берегите свою жизнь и соблюдайте правила дорожного движения. Совершенно верно. В гостях у меня был сегодня Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Это программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова